Здравствуйте, друзья! Меня зовут Гайнудинов Кирилл, на связи учебный центр компании OVEN. Мы приготовили для вас несколько видеоуроков с разбором примеров программирования контроллеров OVEN PLK в среде QDCIS 2.3. Надеемся, что данные примеры помогут вам попробовать свои силы в программировании контроллеров OVEN. Вы сможете, установив систему программирования QDCIS, бесплатную для наших пользователей, попробовать свои силы, сделать какие-то первые проекты, убедиться, что в общем и целом все это вполне доступное средство создания алгоритмов системы автоматизации. Ну и собственно, пользуясь случаем, хотелось бы вас пригласить на интернет-обучение, которое мы регулярно проводим по темам, связанным с программированием контроллеров OVEN в среде QDCIS. Информацию о семинарах, информацию об условиях участия в них, ну и собственно, запись на один из семинаров, который в ближайшее время может проходить. Вы можете получить, увидеть на сайте компании OVEN по ссылочке OVEN.ru семинары, она у вас сейчас на экранах. Ну или в крайнем случае, если в процессе просмотра этих видео уроков или может быть через некоторое время после этого у вас возникнет желание задать те или иные вопросы по работе учебного центра OVEN и по тем курсам, которые мы проводим. Электронная почта также на экране. Ну а теперь, собственно, небольшое задание, которое хотелось бы в рамках видео уроков вместе с вами разобрать, помочь вам что-то похожее сделать собственными руками. В рамках предлагаемой демонстрации мы разберем небольшой пример, связанный с автоматизацией стандартной связки, некий водогрейный котел-нагреватель и, соответственно, насос, который через него прокачивает теплоноситель, ну допустим, какую-то стандартную лодку. Соответственно, по условию задачи у нас есть, собственно, котел-насос. Кроме того, существует в системе кнопки на запуск, на остановку ее работы. Когда оператор нажимает на кнопку пуск, у нас сначала в системе включается насос, котел же включается после с задержкой 3 секунды. Ну и, соответственно, когда оператор нажимает кнопку стоп, котел у нас должен выключиться сразу, насос еще некоторое время, 5 секунд, продолжает работу. После этого выключается. Итак, насос включается сразу, котел с задержкой. При отключении котел выключается сразу, насос отключается с задержкой. Вот такие условия задачи. Ну и, собственно, давайте попробуем с самого начала создания проекта с нуля такую задачу сделать. Как с точки зрения создания алгоритма на языке функциональных блоков, поддержанном в QDCIS, так и с точки зрения рисования, ну, вот такой вот простой, но достаточно наглядной визуализации, вне мосхемы работы этого процесса. Итак, для работы нам понадобится, собственно, запустить систему программирования QDCIS версии 2.3. Давайте это сделаем. Ну и всякий раз при начале работы над какой-то новой задачей, здесь необходимо создавать новый проект. Для этого в меню файл выбирается пункт создать. После этого необходимо сразу же выбрать ту модификацию контроллеров OVEN, которую планируется использовать в дальнейшем для реализации этой задачи, этого алгоритма. Ну, в нашем случае мы демонстрацию, вот этот видеоурок, будем делать на контроллерах C и PLK-160. Ну, в частности, вот такой вот контроллер PLK-160M, его сразу выбираем из спирска стандартных модификаций контроллеров OVEN. Дальше. Разработку алгоритма будем производить с помощью языка функциональных блоков, языка CFC. Ну и в следующем окошке, собственно, его предлагается и выбрать. В данном случае вы всегда выбираете тот язык реализации, один из вот этих шести, который вам хорошо известен, понятен, удобен для вашей работы. После того, как создан проект, имеет смысл сразу же его сохранить через меню файл, сохранить как, ну, достаточно стандартная вещь, не буду здесь много времени уделять этому. Ну и теперь, собственно, давайте определяться с точки зрения условия задачи, какие элементы, какие переменные внутри нашего алгоритма мы будем использовать. Заранее переменные в QDCIS происходят вот здесь вот в верхнем окне, который называется область объявлений переменных. Ну и, соответственно, здесь между ключевыми словами var и nvar мы для начала последовательно опишем все эти сигналы, необходимые для того, чтобы реализовать наш алгоритм работы. Что это будет? Во-первых, это будут наши кнопки пуск, дискретное значение, то есть истина или ложь. Дальше нам понадобится аналогичная переменная с именем стоп, она также будет булевая, дискретная, то есть да, нет, истина или ложь. Кроме того, у нас есть два элемента, которые мы планируем управлять, это, собственно, насос, задаем вот такое имя переменной, также дискретный, ну и, собственно, котел, который мы точно так же в работе программы будем либо включать, либо выключать. Далее. Для работы нам также могут понадобиться значения временные, то есть, если помните, котел-насос у нас включался с задержкой и отключался с задержкой. Временные значения могут быть заданы непосредственно в тексте алгоритма, когда мы его будем создавать, либо можно сразу же здесь задать соответствующие переменные со значениями по умолчанию, но вот такими, какие у нас были в условии. Давайте это так же сделаем. Зададим переменную, ну, допустим, переменную tvkl, это время задержки котла при его включении, это значение типа time, то есть время, ну и по умолчанию мы говорили, что задержка включения у нас будет составлять 3 секунды, я здесь это сразу прописываю. Точно так же мы можем задать переменную t-o-t-kl, то есть время отключения, переменные типа time, то есть также время, ну и на отключение, напомню, мы договаривались тратить 5 секунд. Это будет задержка отключения насоса после нажатия на соответствующую кнопку. Соответственно, для того, чтобы вот отсчет этого времени задержки включения и задержки отключения реализовать, нам также понадобится два стандартных таймера, их я здесь же задаю под соответствующими именами. Ну, допустим, таймер задержки включения в QDCS имеет название стандартный блок t-on, ну и, соответственно, вот t-on1, это будет копия такого стандартного алгоритма, который мы будем использовать. Таймер на отключение в QDCS имеет название t-off, ну и, соответственно, имя t-off1, это имя копии вот такого таймера, который мы также будем использовать. Итого, у нас получилось переменные под две кнопки, переменные под насос с котлом, две переменные, связанные с современными задержками и, собственно, два таймера, которые эти задержки будут реализовывать. Теперь давайте смотреть, каким образом сам по себе алгоритм будет выглядеть, используя язык функциональных блоков. Значит, для начала разберемся с тем, что у нас будет происходить по нажатию кнопок пуск и стоп. Здесь нам понадобится еще одна дополнительная вспомогательная переменная, имеет смысл ее сразу же задать, назовем это переменной work, ну, то есть, грубо говоря, включение системы в работу, либо система работает, значение истины, либо она отключена, значение ложь. Добавляем ее и, собственно, дальше говорим, что как только у нас появляется значение истины в переменной пуск, то есть оператор нажимает соответствующую кнопку, нам необходимо сделать так, чтобы работа началась. То есть, значение истины из переменной пуск мы передаем в переменную work. Ну и, соответственно, для того, чтобы в этой переменной его зафиксировать, на тот случай, если оператор имеет кнопку без фиксации, да, мы ставим вот такую операцию set. Идем дальше. Когда оператор будет нажимать кнопку stop, нам необходимо точно так же в переменную работу уже записать значение ложь, то есть, выключить установку целиком. Для этого мы на рабочей области снова прописываем work, но теперь уже с операцией сброса, то есть, отключения. Оператор нажимает stop, истина в переменной work сбрасывается, заменяется на ложь. То есть, по сути, у нас получился вот такой вот, ну, простейший RS-триггер, триггер с приоритетом сброса. По пуску включаем, по стопу отключаем. Движемся дальше. Значит, когда у нас работа начата, необходимо, чтобы насос включался сразу, котел с задержкой. Вот, собственно, задержку включения котла мы можем реализовать как раз через стандартный таймер T-ON, которого здесь вот сверху чуть ранее объявили. Для того, чтобы его использовать, добавляем на рабочую область вот такой вот элемент. Добавляется он отсюда сверху, из вот этой вот кнопочки элемента. Вместо надписи IND мы прописываем название того таймера, который нас интересует, его тип, таймер T-ON, задержка включения. И чуть выше указываем ту конкретную копию, которую планируем здесь использовать. На самом деле, вот таких вот таймеров однотипных у вас в проекте может быть несколько. Поэтому имеет смысл каждый раз придумывать, ну, вот такие вот оригинальные именно копии, для того, чтобы как-то система между собой эти таймеры различала. Ну, и, соответственно, мы с вами говорим, что сигналом для начала отсчета у нас будет включение переменной WORK, то есть начало рабочего режима. Собственно, задержка включения будет задана через переменную T-VKL. Переменные типы TIME, напомню, по умолчанию она у нас имеет значение 3 секунды. Соответственно, на выходе таймера мы размещаем переменную котел, таким образом давая понять системе, что когда оператор нажимает PUSK, начинается работа, необходимо сделать отчет задержки 3 секунды и только после этого включить котел. Когда же значение WORK пропадает, у нас котел отключается сразу без всяких задержек. Вот такая логинка работы этого таймера. Собственно, в рамках того курса, о котором мы в этих видеоуроках говорим, таймеры и различные другие стандартные блоки, счетчики, детекторы фронтов, регуляторы достаточно подробно на похожих примерах рассматриваются. Вы будете получать задания, в которых эти вещи действительно сами попробуйте, отработайте, поймете тонкости, какой из блоков по каким алгоритмам, особенностям работает. Во многом ради этого этот курс мы, собственно, подготовили и проводим. Движемся дальше. Значит, с котлом мы разобрались. Теперь необходимо по аналогии сделать теперь уже задержку, но задержку отключения для нашего насоса. Что делаем? Опять же, размещаем на рабочей области вот такой вот блок-элемент. У него в заголовке вместо надписи IND прописываем нужный нам тип таймера, таймер TOF. Это задержка отключения. Ну и опять же, сверху мы его уже объявляли, придумывали ему имя копии TOF1. Давайте я его сюда тоже впишу, так чтобы система понимала, с чем ей нужно будет в дальнейшем работать. Соответственно, задержка отключения у нас будет влиять на наш насос. Подставляем на выход блока соответствующую переменную. Ну и соответственно, когда на входе будет появляться сигнал WORK, насос будет включаться сразу, без каких бы то ни было задержек. Когда же сигнал WORK на входе будет пропадать, таймер будет отсчитывать задержку, заданную в переменной OTKL. Немного я опечатался. Напомню, там у нас по умолчанию задано 5 секунд, но здесь сверху видно. Так вот, пропадает сигнал WORK, идет отсчет 5 секунд, и только после окончания этого отсчета у нас насос будет отключаться. Включение насоса в рамках блока TOF производится без каких-либо задержек. Ну, собственно, в черне алгоритм готов. Сейчас имеет смысл его сохранить, но перед этим обязательно порезанно расставить порядок обработки вот этих вот наших блоков. Для этого правой кнопочкой нажимаем на свободном месте, выбираем пункт порядок, и дальше в соответствии с потоком данных. В дальнейшем. Для того, чтобы проверить работу алгоритма, на самом деле вам совершенно не обязательно иметь на столе под рукой готовый контроллер. Ну и опять же, записывая эти уроки, мы, в общем и целом, понимали, что, скорее всего, вы, скажем так, просто захотите чуть-чуть попробовать саму систему программирования, благо скачать в СНН можно бесплатно. Так вот, для того, чтобы какие-то ваши первые опыты можно было проверить без PLK, в QDC имеется так называемый режим эмуляции. Давайте мы с вами сейчас им воспользуемся. Значит, после того, как алгоритм записан, заданы все необходимые переменные, в меню онлайн вы можете выбрать пункт, который называется режим эмуляции, после его выбора запуск вашего алгоритма будет осуществляться не на каком-то подключенном к компьютеру контроле, а прямо непосредственно на вашей рабочей машине, на вашем компьютере. Ну, таким образом, какие-то несложные вещи, предварительные прикидки тех или иных ваших задачек можно проверять, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Значит, для того, чтобы загрузить наш алгоритм, ну, либо в компьютер, в эмуляцию, либо в контроллер, это, в общем и целом, похожим образом делается, да, сверху в меню онлайн вы находите пункт, который называется подключение, выполняете его, ну, у нас несколько меняется рабочая область. Кроме того, после вот такой вот загрузки необходимо стартовать, снять с паузы работу нашего алгоритма. Также в меню онлайн можно для этого выбрать пункт, который называется старт. Ну, и теперь, собственно, давайте проверять. У нас сейчас контроллера нет, никаких физических внешних сигналов нет, но, тем не менее, допустим, переменный пуск стоп мы вручную, прямо здесь вот в компьютере, в экране QDC, сможем изменить, посмотреть, как новые значения будут влиять на работу нашей системы. Давайте это сделаем. Значит, для этого вы дважды щелкаете на переменную пуск, по умолчанию она имеет значение false, то есть ложь, логический ноль. Мы предлагаем в эту переменную задать значение истина, ну, то есть true. Дважды щелкаем, после чего в меню онлайн можно выбрать пункт, который называется записать значение, ну, либо просто использовать вот такое сочетание клавиш Ctrl-F7. Итак, дважды щелкнули, появилось true, нажимаем Ctrl-F7, пошло значение в переменную пуск, включился work, ну, и вы видели, что насос у нас включился сразу, котел с заданной нами задержкой. Соответственно, через некоторое время сигнал пуск у нас пропадает, ну, и, может быть, появляется сигнал stop, точно так же можем дважды щелкнуть на эту переменную, нажать Ctrl-F7, видим, работа пропадает, котел отключился сразу, насос некоторое время работает, после задержки так же отключается, все ровно, точно так, как мы, собственно, прописывали в условии нашей задачи. На всякий случай, если вдруг вы захотите в дальнейшем, собственно, проверять работу самих таймеров, ну, то есть вот отслеживать то время, которое они там отсчитывают, сделать это, может, в следующем образом. Здесь вот сверху в окошечке у вас есть наши экземпляры, таймер T-ON, таймер T-OFF. Давайте сейчас я еще разочек запущу работу нашей системы, предварительно вот таким образом раскрыв таймер T-ON, дающий задержку включения. Ну, и, соответственно, здесь вот в этом параметре E-T будет видно, каким образом у нас производится отчет для котла, отчет его включения. Дважды нажимаем на пуск, Ctrl-F7, ну, и видно, что вот наше время побежало, как только оно становится равным 3 секундам, на выходе блока в переменную котел записывается значение истины. Ну, опять же, в общем и целом, как мне кажется, ничего сложного. Я думаю, чуть-чуть потремившись, попробовав, вы наверняка разберетесь, как за этим временем следить. Ту же самую информацию, то есть то время, которое прошло с момента запуска таймера, можно получить, если прописать какую-то переменную, временную типа тайм, вот на эти выходы наших таймеров. Продолжение следует...